Ну что, начинаем третью главу. Чё? О, в натуре. Круто. Бэби Игл. А я петух. Я петух, блядь, я бэби петух. А мы ищем бэби игл, видите? Вечеринка будет у нас. Бэби петух и бэби игл будут на вечеринке. Во, видите? Значит, у нас будет какая вечеринка? Орлиная. Во. В общем, третья глава. Я сейчас опять пробую другую запись. Другой способ записи. Сейчас я пробую писать с помощью программы, которая идёт с видеокартой. GeForce Experience называется. Вот. И, собственно, вот с помощью неё сейчас вот пишу. То есть, я на каждом видео что-то новое пробую делать. И вот видите, у нас сейчас атмосфера поменялась. Солнышко садится. И видите, лучи появляются. Солнце. В оригинале там было по-другому. В оригинале мы в этом месте. Ещё день был в деревне. А тут в ремейке уже, видите, темнеть начинает потихоньку. Атмосфера очень поменялась круто. Вот. То есть, в предыдущем видео я записывал прогой, который у меня для веб-камеры. А сейчас я попробую специальный прогой для видеокарты. И у меня единственная проблема в том, что я никак не могу решить это. У меня вот слышно, да, вот как я нажимаю на кнопки на клавиатуре, как я на мышку нажимаю. Куда бы я веб-камеру бы свою? И у меня звук пишется через микрофон на веб-камере. Вот. То есть, вот я говорю в веб-камеру, встроенный микрофон пишет звук. И куда бы я веб-камеру не ставил? Куда бы я бы её не двигал? Всё равно слышно, как я нажимаю на кнопки. Вот. И эту вот никуда. Видимо, она очень чувствительная. Видимо, действительно, для записи звука. Ведь используют же микрофоны. Причём используют люди дорогие микрофоны. Вот. Но мне не нужны никакие микрофоны. Я вот веб-камеры всегда писал звук. Но видите, она, видимо, очень чувствительная. И она вместе с моим голосом... Просто я вот смотрю, да, как атмосфера поменялась. Видите, уже в конце той главы и в начале этой. Вот. Веб-камера, она очень чувствительная. И все мои вот эти вот нажатия, она очень сильно фиксирует. К сожалению, от этого, так я понимаю, никуда не деться. Вот. Если только какой-нибудь микрофон использовать, не знаю, ну нафиг. Я просто знаю, какие люди дорогие микрофоны используют, чтобы качество звука повысить. Вот. Поэтому, не знаю, я вот в виде это самое веб-камеры и хочу вот продолжать. Ой. Видите? В общем, вот, видите, как красиво. услышите? Кто это у нас тут такой? Ой, блин. Хорошо, что от этого здоровья не тратится, а то, блин, я бы сейчас бы... В оригинале, когда ты напарываешься, там здоровье тратится. Что-то у нас тут скулит такое, да? О. У-у-у, смотрите, кто это у нас. Это наш друг, который у нас в оригинале был в начале игры, а тут его сдвинули, видите, чуть подальше. Во. Хьюи, его золот. Во, видите, и он убежал. Ну, вот он побежал готовиться к вечеринке, я вам точно говорю. Точно, вот сто пудов. Во. Видите, убежал. И, в общем, видите, как тут атмосфера красиво поменялась в ремейке. Вот. Ну, и вот теперь, то есть в оригинале, когда ты выходишь из этого дома, ты идешь туда, я уже говорил в предыдущем видео, а тут в ремейке добавили новый проход, вот этот вот. И вы как раз вот тот ключ, который мы нашли, мы его сейчас вот суем сюда вот и вот просуемся, проходим. Во. И тут темное такое место. А, в оригинале вот это вот место, оно было чуть подальше, и там, опять же, ты бежишь вниз по дороге, с тебя камень на тебя катится. Но тут в ремейке это место здесь около дома, и никаких камней хорошо на тебя тут не будет катиться. А то это беспредел какой-то. Камни какие-то катятся, да, а что за хрен вообще? Вот. Вот такой вот домик. Вот. Вот это место было в оригинале, когда ты идешь к озеру. Вот. И вот по этой дороге ты идешь, на тебя камень катится. А здесь оно, это место здесь, и ты выходишь обратно в деревню к этому, в этом месте. Во. И вот тут вот они классно сделали то, что вот атмосфера меняется. Потому что в оригинале ты начинаешь, идет день, потом ночь, и ты уходишь из деревни. Но тут в ремейке, видите, мы начали, была ночь, потом настал день, и сейчас вот уже темнеет, и в итоге потом опять ночь будет. Во. Вот это очень круто. И вот мы вернулись в деревню, и тут, видите, атмосфера вот очень круто выглядит все. Вот. Я сейчас пишу с этой прогой, да, я с ней никогда не писал раньше, я только ее установил, но я тест сделал перед записью, побегал. Там есть много разных, ну, много качества, настроек качества. Вот. И размер файла очень большой получается, если ставить высокие настройки. Поэтому я попробую средние, там посмотрим. Ну, я сделал тест в наемниках, побегал, мне понравилось, как вот качество получилось. 1080, 60 FPS. Вот. Так что, видите, теперь мы в деревне, и нам нужно, используя этот ключ, открыть тут дверь. помните, что можно ворон убивать, и они дают нам золото. Ну, или граната может выпустить от них. Вот. Значит, смотрите, капканы, видите, они их специально расставили. Тут, короче, в это здание мы сейчас не попадем, это нам позже нужно будет. Вот. Я просто хочу оббежать именно вот с этой стороны. Потому что я знаю, что будет, если пойти в упор прямо вперед. Поэтому я хочу со стороны пойти. Так. И вот у нас есть маленький ключ один, да? Будем его использовать сюда или нет? Или подождем? Что у нас он только один. Если мы его сейчас используем, то все. Мы его потратим. Поэтому я подожду, пока хотя бы два будет. И видите, тут они поменяли. В оригинале так не менялось. В оригинале все как бы оставалось одним. Но тут в ремейке, видите, добавили что-то где-то сломалось, проход загородило. Вот. Чтобы ты искал новые пути обхода. Вот, видите. то есть мой план не сработал. Мне тут перекрыли все. Мы идем сюда сейчас. Вот. Нам нужно в ту дверь идти, да? Так. Ну. Совет такой. Берите дробовик здесь. О. Смотрите, корову убили. Вот сволочи, а. Берите дробовик и готовьтесь. приготовились, тогда поехали. О. Прикол. Вот этого не было в оригинале. Чтоб башня падала. И тут мы в первый раз встречаем собак. А где собак? О. Дробаш против них самое лучшее средство. И быстренько добить их. вот. Можно пистолетом тоже. Если он далеко от тебя. Ну что, если близко, то, конечно, это дробовик по-любому. Блять. Вот видите, лучше б я, лучше б я так дробовик бы и оставил, чем я, блин, стал из пистолета стрелять. Просто у меня, я не не люблю, когда меня кусают просто так. тупо получил урон просто так, тупо, блин. Тупо просто здоровье потратил. Лечилки я использовать не хочу. Блин. То есть я дробовиком его убил, как я изначально хотел. Тогда было бы все круто. Блять. Я хочу желтую травку, но желтые травки тут в ремейке они, видите, редко попадаются. Их нужно менять у торговца на камушки. Вот. Это опять капканы. В общем, я не хочу просто использовать двойные травки без желтой. А единичную я не хочу использовать отдельно, потому что ну, а потом их лучше смиксовать. Ну, с таким здоровьем тоже бегать видите, как-то не очень. Но, может быть, тут будет травка. Только аккуратнее надо. Потому что тут у нас сюрпризы, как видите. Вот, например. С другой стороны, если я сейчас взорвусь, то я начну заново в этом месте. А, если не взорвусь, то пофигу. А, можно и вот так. Опускаемся и аккуратненько ее снимаем. Тут почему я хотел ее оставить? Потому что чтобы... сюрприз. Я еще что хотел сделать с собаками? Я хотел когда дробовиком они падают на землю и быстро подбежать и ножом их добить. Ну, вот у меня не получилось и меня укусили. Ну, то есть я переключился на пистолет, да? Вместо того, чтобы дробовиком. в общем, ладно, этот момент уже прошел, что я про него говорю. Просто там не получилось сделать то, что я хотел. И я получил урон только зря. Вот. Видите? Нам нужно сюда идти. Тут в ремейке они добавили одно из новых мест потихоньку сделаем. Это вот подводный подводный подземный такой туннель, который соединяет вот две части деревни как бы. И здесь можно найти тоже какие-то также в демке в демке это было этот туннель. Вот. Вообще вот этот вот туннель он находится чуть подальше в оригинале. Помните? Там такая пещера, где есть сокровище и где-то еще торговца встречаешь. Вот. Вот это пещера ее вот здесь сделали. Тут видите, опять же желтые травки нету. Придется мне тогда ее брать у торговца. Вот. И это мы выходим туда, где на нас собаки напали. Вот. В оригинале тут была такая лужица, и наверху была взрывчатка, лампочка. Ты стреляешь, она падает и появляется много сокровищ вот в этой пещере. Вот. Так, ну вот. Ключ у нас есть. Теперь мы проходим сюда. Вот здесь, в этой комнате был торговец, когда ты играешь за аду в оригинале. Вот. тут в ремейке пока ада еще не вышла, мы не знаем, будет у нее тут торговец или нет. Ну вот они это место очень круто переделали. В оригинале тут была просто комната, и дальше ты спускаешься вниз, как раз в ту пещеру, где мы сейчас были. Вот. А в ремейке тут, видите, они очень изменили это место. Но тут вот аккуратно нужно быть. Ну что, видите, у меня здоровья мало. Я попробую ножиком тогда. видите, змея. Вот. В оригинале было как-то змею убиваешь и тебе дают яйцо. Странно, да, почему яйцо? Вот. Ну тут в ремейке нормально, змею убиваешь и тебе дают змею. Собственно. Вот. Ими можно хилиться. Видите, они здоровья пополняют. Но сразу забегая вперед, скажу, что у торговца потом можно будет ему их отдавать за награду. Поэтому тут опять, видите, у меня вариант использовать растение. Ну давайте вот это тогда используем одно. Вот. Вариант у меня, да, или использовать или подождать. Но я подожду. Вот. То есть я имею в виду змею не использовать, а подождать. Вот. Не знаю, слышали, сейчас вы звук или нет. Это у меня, ну, видеокарта, там, у нее два кулера. И сейчас я, когда я играю в игру, конечно же, они активно крутятся. И сейчас такой звук был небольшой такой. Это у меня иногда крышка системного блока, я ее завинтил, но она все равно иногда немножко как бы вибрирует, так сказать. Вот. И если я пальцем на нее слегка нажимаю, боковая крышка системного блока, то звук прекращается. Вот. Причем я ее пытался и винтики откручивать, и закручивать. Вот. Ну, тут всякая хрень пишет. Вот, видимо, я, у меня руки кривые, я нормально крышка, видимо, закрутить не могу. Поэтому она иногда звуки издает. Вот. Вот, смотрите, да? Это вот это все добавили, это в оригинале такого не было. Вот. Кстати, ну, эти тут много черепов, но я говорю, у них культ, они все, короче, бешеные. Вот. И смотрите, видите, тут лечебный спрей. У меня, видите, сколько много лечилок. А я еще жмот не хотел использовать травку. Вот. и вот как раз вот он торговец где. То есть он не в пещере, а здесь. Ну, тут у него, видите, интересное такое место. Он в тему вошел тоже. Да. Тоже черепки всякие тут у него. О, красиво, да, как, очень. Не знаю, как на записи будет. То есть, опять же, я пишу далеко не в максимальном качестве, там качество еще намного лучше. То есть, я просто выбрал, чтобы размер файла был не очень большой. Вот. На самом деле, это в оригинале он говорит gun rhymes with fun. То есть, оружие gun и fun это веселье. Типа оружие и веселье. Вот. А по-русски это будет оружие и веселье по-английски gun и fun. То есть, как бы. И вот, опять же, очередное задание, да, нам дается. Найти, значит, три змеи. У нас сейчас только одна. вот это оружие хорошо бы его, конечно, взять. Да. Потому что это оружие, оно в оригинале и в ремейке тут, если его прокачать, то она достаточно будет хорошая по урону. Но, видите, у нас денег-то сейчас не особо много. Я, конечно, могу продать сокровища и будут деньги на эту штуку, но я не хочу, не хочу я покупать то, что мне вот в данном случае не надо. Вот. Световые гранаты. Эти штуки мы потом, нам потом пригодятся. Сейчас, опять же, нам они не нужны. Ну, правда, пока не нужно. Так, улучшение. Так, я хочу, как у него тут это делать, я забыл. Нож починить. Видите, у ножика здоровья сколько. Оп. починили. Так, опять же, апгрейды лучше пока никакие не делать, потому что они не нужны, в принципе. Так легко с врагами справляемся. Вот. Я хочу взять вот это вот. Да, давайте возьмем одну. Да, это точно. Так, продавать пока мы ничего не будем, наверно, да? Ему надо их продать. По-моему. Или надо продать, или ему отдать их. По-моему, какая-то функция еще есть, чтобы ему, типа, за квест надо отдать. Хм. А то я сейчас продам и лоханусь только. Так. Ну, вот у нас много всего, да? В инвентаре. Ну, ладно. Короче, обменять. Видите, я как думал, типа, гадюк, меняешь на награду, но нам нужно еще две гадюки, а у нас только одна. Вот. Можно еще открыть вот это вот меню и посмотреть. Здесь. Вот. Видите? Продать. Вот. Значит, продаем. Просто у меня всегда, когда он дает квесты, у меня всегда такое в мозгу мысль, то, что именно вот обменять на что-то. Почему-то. Нет, продать. Значит, продаем. одну вот эту штучку ему. Ну, а остальные прод... Во. И теперь, видите, написано одно из трех. Во. Теперь давайте что-нибудь скрафтим. Вот, например, что можно из этого создать? А у нас патроны для автомата и для винтовки. Это нам не нужно. Тогда давайте продадим, создадим опять патроны для дробовика. Вот. Как раз мы на собак потратили патроны. Вот. И дробовик нам нужно еще перезарядить. Да? Потому что у нас там ноль. Соответственно, как раз нам пригодились все эти штучки. Вот. И видите, у нас сколько спреев, много очень лечилок. И я вот хотел показать одну фишку, я забыл про нее совсем. Вот. Когда походишь к печатной машинке, у нас тут есть хранилище. То есть, это как сундук такой. В оригинале такого не было. Это в ремейке добавили. И вот сюда можно складывать разные предметы. Вот. Смотрите. Значит, вот, например, можно спреи убрать. Так как у нас лечилок много, то я все спреи пока уберу. Вот. Мне они пока не нужны. Вот. Можно складывать оружие, ножики и спреи. То есть, все нельзя убрать, что ты хочешь. Вот. И видите, тут разные оружия. Например, вот это, видишь? Идеальный нож какой-то. Но это все оружие бонусное. Я не знаю, использовать его или не использовать. Но мне вот этот дробовик, например, нравится. Очень. Чикагская вот эта пишущая машинка. Называется Чикагская метла. Этот пулемет очень мощный. Он буквально с одного раза всех убивает. Но это было бы неинтересно играть с ним. Этот магнум тоже очень мощный с одного раза всех убивает. Тоже неинтересно. Да? Ну, ваншотить, так сказать, всех врагов. Вот. Вот этот пистолет достаточно хороший. Но тоже по сравнению с этим пистолетом он очень мощный. Вот, например, если его вытащить, да? Вот. Можно, например, сравнить. Вот, например, осмотреть. У него, видите, сейчас сила 1,0. А у этого, например, сила 1,0. Чуть получше вроде, да? Менять на него нет. Просто это как бы это стандартное оружие, а это бонусное. Вот. Поэтому я даже не знаю. Пока уберем его, давайте. Вот. Мне просто нравится очень вот этот дробовик. Вот этот. тоже давайте посмотрим, какой он по отличию от этого. Это без апгрейдов. 5,60. Без апгрейда. Но их же еще можно проапгрейдить. 5,40. Видите, он похуже даже будет. Похуже. Давайте, может быть, его тогда возьмем. Потому что, смотрите, он похуже по характеристике по урону. Этот, например, боезапас 5, и можно еще увеличить. Скорострельность 0,4, точность 2,8. Здесь у нас скорострельность 0,49, точность 2,3. То есть, видите, он по характеристикам хуже. То есть, если он не сильно лучше, то есть, потому что, видите, этот пистолет лучше, эти вообще мощные оружия. Поэтому я их брать не буду пока. А то неинтересно будет. И врагов и так легко убивать на данном этапе. То есть, это оружие лучше, поэтому я его брать не буду. А это оружие хуже, чем дробовик. Поэтому давайте пока этот дробовик уберем, а этот наоборот возьмем. Во. Во. И, видите, у него уместимость всего 2. Попробуем, сколько он стоит. 8. Очень дорого. Да. Эх, только 2 выстрела, да, и потом перезаряжаться надо. Ну, давайте попробуем. Мне просто он нравится, как он выглядит. Вот. Поэтому я бы хотел оставить его им пользоваться. Вот. Ну, давайте посмотрим, подойдет он нам или нет. Ну, то есть, понравится, нет. Так. Это я хотел сюда. Так. и вот еще я что хотел показать. Опять же, такого в оригинале не было. Есть вот функция сменить кейс. То есть, кейс это вот этот сундук, чемоданчик, который ты носишь с собой, в котором у тебя предметы лежат. И вот здесь на выбор 5 разных кейсов у нас. Вот, значит, в оригинале такого не было. В оригинале у тебя один только был стандартный. Значит, серебряный, видите, написано повышенная вероятность найти патроны для пистолета. А, это вот, который у нас стоит по умолчанию сейчас. Потом есть золотой, повышенная вероятность найти писед. Это деньги. Деньги, которые в игре дают. Вот, видите, он как выглядит. Красный весь. Уж если он называется золотой, сделали бы его золотым, но он, видите, какой-то красный. Только рамка золотая. Вот. Повышенная вероятность найти деньги. Интересно было бы, да, его оставить. Но, не знаю, нужны ли нам деньги, нам, у нас все так нормально. Третий кейс, который на выбор дается, это повышенная вероятность найти порох. Вот. То есть, для крафтинга порох, предметы, чтобы создавать. Видите, как он выглядит. Тут клеточки все вот так перечеркнуты. и вот еще два дополнительных кейса, которые у нас будут по игре, которые мы будем потом постепенно, постепенно можно будет их открыть и купить. Вот. И украшения. Этого тоже в оригинале не было. Украшения, вот, например, 30% к бонусу при создании патронов для пистолета. И, видите, можно выбрать, куда надеть. Вот. 15% к эффективности лечения с помощью зеленой травы. Во. Пригодится. Возьмем пока. И, видите, 2 из 32. То есть, тут 32 разных украшений, и они дают дополнительные свойства. То есть, мало того, что чемоданы тебе дают какие-то свойства дополнительные, так еще и вот эти украшения, видите, их как много, 32 штуки аж. Вот. Они еще нам будут давать дополнительные свойства. Во. Оставим пока так. Ну, смотрите, вероятность найти порох. Нужен ли нам порох? Много ли я крафчу? Крафтинг делаю? Ну, не знаю. Я бы... Давайте, может быть, оставим обычный пока. Вот. Пусть так будет. Пока обычный оставим. Вот. Я бы хотел еще вот это показать штуку вам. Вот. вот такая вот у нас ситуация случилась. Вот. Следующая у нас, так сказать, order of business. Ну, то есть, то, что мы делаем, следующее нужно. Это, видите, как хорошо сделали, да? Свечи горят. Очень круто вообще. Классная атмосфера, конечно, что-то в ремейке. Это мы выходим к церкви. Ох! Это место тоже в оригинале оно было. Выглядит здесь очень похожим, но вы поменяли. Выглядит похожим, но в то же время они очень изменили интересно его. Так. аккуратненько мы подходим и бах! С другой стороны, можно и не аккуратничать, можно протестировать дробовик. Как он будет у нас? Видите, он по характеристикам слабее, но это не значит, что он уж настолько уж плохо, хуже. Если можно так убить, лучше так убьем. Ну и патроны сэкономим заодно. почему бы нет. Так. Если можно, то можно. Так. Не знаю, что я хотел сказать. Видите, он уснул, он спит. Так. Теперь нам нужно продвигаться к церквушке вперед. я вот смотрю на деревья, где-то что-то может висеть, ну, какое-нибудь сокровище. Вот. Наша цель по игре это войти в церковь. Но так же, как в оригинале, мы сразу в церковь попасть конечно же не можем. У нас тут сокрыто. И тут решетки всякий на дверях. Плю-плю-плю. Плю-плю-плю-плю. Вот тут только ходить можно, пока он говорит. Почему нельзя бегать, пока он говорит? можно пропустить ту фигню когда он в общем в оригинале здесь дверь открыта и ты идешь туда в ремейке она закрыта в оригинале нужно было проходить сюда решать тут головоломку и брать сокровища в ремейке тут головоломки нету и вот счет нас тут новое а видите опять эмблемы на надгробьях вот в оригинале у нас тут головоломка и нужно на надгробья смотреть какие там символы и зажечь эти символы тут на головоломки но тут в риге в ремейке головоломки нету но также они связали это местно с могилами то есть видите тут нам говорят что нужно на надгробьях эмблему уничтожить типа вот близнецов то есть нам нужно найти вернуться опять на кладбище вот сокровища то есть мы это сокровище берем не решая головоломку ну что головоломку отсюда убрали то есть нам нужно проще говоря вернуться на кладбище и найти бизнесов в эту дверь мы попозже зайдем вот я это делаю потому что за это дают красные камушки они мне пригодятся поэтому я буду пока эти задания делать чтобы камушки были у меня вот видите тут все по одному да все эти самые одно одна все по одной вот а этих две вот видите раз два и можно вернуться к торговцу и он нам даст награду за это но обратно не будем мы потом к нему все равно подойдем с другой стороны поэтому давайте двигаться вперед выполни может еще какое-то задание сразу ему несколько задание отдадим вот то есть вот в оригинале тут идешь сюда но тут в ремейке чтоб туда попасть они добавили вот здесь дверь и комнату вот эту вот и вот еще один один ключик давайте используем здесь тогда посмотрим что тут патроны наверно у желтый алмаз слушайте это очень полезная штука и вот у нас фотка девушки которые ли он ищет за которую он пришел сюда вот эти нам тут говорят что у нас тут ключ который нужно в пещере найти для этого нам нужно к озеру подойти вот ну надеюсь и надеюсь и и вот вот эта комната в оригинале не было ее тут в ремейке добавили чтобы с помощью этой комнаты ты проходишь туда куда попадаешь вот то есть в оригинале эта дверь открыта мы проходим и идем туда а в ремейке мы именно проходим через эту комнату и уже попадаем туда вот вот так в общем я тут наверное видео остановлю потому что я пишу с помощью новой программы запись файл наверное получится очень большой поэтому я все-таки буду разделять несколько видео на одну главу пойдет но я много болтаю много объясняя поэтому еще время уходит вот поэтому я тут час остановлю заодно посмотрю как качество было какой размер получился все такое и на следующий раз я уже буду знать на что рассчитывать на какое время рассчитывать сколько записывать может быть если размер не особо большой будет тогда я и побольше запишу в следующий раз посмотрим на следующем видео вот а на этом я это видео данное пока закончу вот всем до встречи в следующих видео пока